Всем привет! С вами Айка и сегодня у нас очередная обжираловка. Сегодня я заказала Киевси, все самое любимое. Твистер Джуниор, пару соусов, картошка фри, сырные подушечки и, конечно же, фирменные крылышки. И вот такая вот у меня кола. По идее, когда я там всегда заказывала колу, мне приходила маленькая. В этот раз такая большая 0,5. В последнее время я не знаю, что со мной творится. Но я, блин, ничего не помню. Я такая рассеянная. Мне сегодня срочно нужно было отправить фотографию своего паспорта. Я никак не могла найти свой паспорт, я его так и не нашла. То я тушь не могу найти, то еще что-то. В общем, я такая рассеянная в последнее время. Много чего интересного происходит в моей жизни. Не все я готова рассказывать вам. В общем, сижу такая и офигеваю от своей жизни. Думаю, как же круто живется мне. Давайте начнем с сырных подушечек. Вот так вот они выглядят. Давайте в этот соус макнем. У Киевси форма соусов мне больше нравится, чем в маке. Удобно макать. Даже крылышки. В общем, в голове в последнее время какая-то каша. Крылышки. Недавно я снимала видео, кто не видел. Домашние крылышки. Они ничуть не хуже были, чем покупные. На кулинарном канале у нас даже есть рецепт. Вы можете перейти, приготовить. Получается очень быстро, вкусно и не настолько острое. Уже такая погода. Хочется на пляж. Хочется побыстрее машинку. И на пляж. В комментариях меня спрашивали, после получения прав собирались ли я покупать машину. Дай бог. Если все будет нормально. Сейчас просто что-то закадывать. Не вариант. Жизнь настолько быстро меняется. У меня все-таки немножко страх вождения. Он есть. Я хочу посмотреть, будет ли мне комфортно, удобно ездить. У нас в Баку очень большая проблема. Недостаток парковочных мест. Ты должен где-то там остановить машину, а потом пешком пройтись. И еще километр. У меня, например, брат говорит, получи права и бери, води мою машину. Но я такой человек. Даже если это мой брат, я не могу водить его машину. Не могу, потому что я чувствую ответственность. Там, например, идут на свидание, берут чью-то одежду. Я никогда так не делаю. Я ничего, ничего не беру никогда. Если у меня есть, я ношу. Если нет, то покупаю и так далее. Почему-то мне очень некомфортно, когда я у кого-то что-то беру на прокат. Даже если это машина брата. Ну, вдруг, ну мало ли что случится. Я что-то там сломаю. Лучше свое. Сырные подушечки закончились. Очень жаль. Мне почему-то все вокруг советуют брать маленькую машину. То есть какая-то миниатюрная, которую легко будет водить и так далее. Которая подойдет девушке. А мне не хочется покупать машину, а потом думать, блин, где бы ее запрятать. Я хочу показывать все, чтобы баловать моя машинка. Моя крошка. Особенно мой брат. Это вообще кадр. Он мне такие машины находит из красной книги. Я первый раз вижу эту машину. Она супер миниатюрная. На два человека. Короче, какие-то непонятные варианты. Конечно, я прислушиваюсь к мнению близких. Но действую в своей голове. У меня есть в голове, например, несколько машин, которые я бы хотела. Плюс-минус. Сейчас права получу. Потом уже буду решать, что как почем. Одну за одной надо исполнять свои мечты. Этим летом, до конца этого лета, я должна сесть за руль. Прямо без вариантов. Крылышки просто обалденные. Особенно сколы. Вообще супер идет. Да, вредно. Но что поделать? Иногда можно. Многие спрашивали про моих квартиросъемщиков. Как там дела? Что, как, почем? Они должны были съехать. Они хотят переехать в другую страну. Я вам рассказывала об этом. В общем, там у них проблемы вышли с визой. И пока что, как я поняла, они не съезжают. Но я поняла одно, что если даже они съедут, я очень быстро смогу найти квартиросъемщиков без проблем. А в прошлый раз, когда я рассказывала вам про проблемы с квартиросъемщиками, мне просто столько людей написало, что мы тоже ищем квартиру. Здесь они выйдут сообщенам без посредника. Будем снимать. Мы еще, кто помнит, я раньше видео снимала с Айсель. У Айсель тоже нам какие-то родственники были. Конечно, мне бы ближе было бы сдать родственникам Айсель. Потому что я знаю, какая это семья. Я знаю этих людей, что они очень порядочные. Вот, поэтому найти людей не проблема. Если что. Но мне у моих квартиросъемщиков очень нравится, что нет проблем с оплатой. Каждого месяца 1 числа мне перечисляют деньги. Без никаких вопросов. А можно потом, а в этом месяце не получается и так далее. Но найти людей очень просто. Особенно, когда у тебя есть аудитория. Вообще, когда у тебя есть аудитория, все просто. Хочет кто продать свою камеру. Или что-то спросить. Что-то поинтересоваться. Последний раз я на своей квартире была 3 месяца назад. Вроде все аккуратно, все нормально. Но я тоже не мегера. Как бы я понимаю, что человеческий фактор, когда люди живут, что-то где-то может поцарапаться. Что-то где-то может испачкаться. Все эти амортизационные издержки. Я понимаю. Единственное, скоро лето. Я думаю, поставить на свою квартиру кондиционер купить и поставить. Вот как вы думаете? Напишите в комментариях, стоит оно того или нет. Мне кажется, если будет кондиционер, еще проще будет найти человека. В принципе, те люди, которые сейчас там живут, они не просят, что давай поставь кондиционер и так далее. Но я считаю, что один кондиционер не помешает. Тем более, он стоит около 500 монат. Ну, вроде у них ничего не ломается, все нормально. Я когда последний раз была на своей квартире, я не просто пришла, что давайте мои бабки. Я купила две пиццы, пришла, мы посидели, поболтали, попили чаек. То есть, такая у нас атмосфера, такая дружеская с ними. Девушка, которая живет там, смотрит мои мукбанки. Она говорит, давай вместе снимем челлендж какой-то. То есть, я с позитивом к ним. И они также ко мне. Мне повезло. Мне вообще всегда везет. Вот реально вам говорю. Здесь лук. Лук. Ненавижу лук. Зачем в твистер класть лук? Вообще, когда к людям ты с добротой, люди это ценят. Почему я насчет оплаты очень заморачиваюсь? У меня есть знакомая, у которой тоже есть квартира, они сдают. И так получилось, что люди, которые у них жили, их кинули. То есть, сказали, что сейчас нет возможности, мы чуть попозже заплатим туда-сюда, территорию, а потом собрали манатки и уехали. Поэтому в этом плане у меня с жильцами проблем нету. Недавно у них сломалось окно, точнее не сломалось, а открывашка, пластиковые окна. Там у меня все на соплях держится. И они сами это починили. В общем, нормально все. Все пучком. С луком. Прикиньте, твистер с луком. Я ненавижу лук. Вот такие вот дела. На этом все. Видео уже получается слишком длинным. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. Всех люблю. С вами Блайка. Пока.